Всем привет! У нас сегодня долгожданное видео для родителей о детской жадности, о нормах этого, когда это нормально, когда нет, как вообще справляться с жадностью своего ребенка, почему он стал у нас жадиной, говядиной. Сегодня мы об этом, обо всем поговорим. Точнее, я попытаюсь вам объяснить такие азы из детской психологии. Я хочу подметить, я не детский психолог, но тем не менее, такой курс у меня в институте был, да я и сама мама. Это на моем опыте. Расскажу вам о своей ошибке, которую я допускала. Сейчас я очень сильно себя бью по рукам, чтобы этого не делать, и, может быть, мой пример вам послужит чем-то полезным для себя. Посмотрите на себя со стороны. Мы родители своего ребенка очень сильно влияем и формируем. Естественно, он личность, но тем не менее, наши оценки, комментарии типа жадина, говядина и так далее, это не педагогично и очень сильно влияет на его самооценку в будущем, на принятие решений, на его уверенность в себе. И это закладывается вот из этих маленьких слов, из вопросов жадности. К сожалению, наше воспитание не всегда было педагогично правильным и корректным, но тем и хорошо, да, мы сейчас можем на своих ошибках, на ошибках наших родителей правильно воспитывать своих детей и очень хорошую базу в них закладывать, да, исправлять то, от чего мы, возможно, сами в своей жизни сейчас страдаем. К чему я веду? К тому, что все вот эти фразы. На площадке ты должен делиться, забрать у ребенка своего, например, его игрушку, которую он не хочет делиться с другим ребенком, и отдать демонстративно другому ребенку, при этом опустив, унизить своего ребенка, не поддержать, унизить и, скажем так, понизить его самооценку, оттолкнуть от себя, бабушке об этом вообще даже не задуматься. Родителям, может быть, какие мысли в голове, да, есть, что мы делаем этим поступком, как это отразится на самом, на твоем ребенке. Такие словечки жадина говядина, песенки на эту тему, это вообще не педагогично, это ярлыки, которые, в принципе, за собой пользы никакой не несут. Сама вот эта фраза, она дает негативную оценку, занижающую самооценку, собственно, человеку от этого нехорошо. Жадность, скажем так, вы никак не искорените этим, вы просто вешаете непедагогичный, нехороший ярлык, понижая самооценку, опять же, отдаляя ребенка от себя. Ребенок отделяется, первый кризис, да, самый большой, это в три года, я становление, ощущение себя в коллективе, в семье, как личность, отделяться от своих родителей, папы и мамы, и понятие такого, что приходит, что, чем является. То есть папина машина, не знаю, папина бритва, мамин парфюм, у сестры книжки со школы или еще как-то, да, у старшей, у кошки миска ее, то есть предметы принадлежат определенным лицам. И он прекрасно ощущает и чувствует, что игрушки, которыми он играет, это его игрушки. И почему на площадке или когда приходят в гости другие дети, он должен отдавать свои игрушки, когда мама свой парфюм своей подруге не отдает, когда папа свою машину своему другу не отдает. Он не понимает, ребенок, равенство материальное, например, вещей, что такое игрушка или машина настоящая. Но смысл закладывается очень логичный и правдивый. Да, если вы не хотите делиться своими вещами, если кошка не хочет делиться своим кормом, своей миской, собакой, которая также у вас дома, почему ребенок должен насильно отдавать и делиться своими вещами с другими детьми, которые, например, к вам вхожи в дом или приходят в гости. Логично, абсолютно. И так не задумывались раньше, да, родители? Вообще понятия жадности у детей до трех лет вообще нет. У них только приходит осознавание «моё» и моих личных границ. Родители должны в это время ребенка услышать, выслушать, принять его позицию. Но делиться игрушкой или нет, ребенок выбирает сам, потому что это, внимание, его частная собственность, его игрушка, и он выбирает, делиться ею или нет. Дело не в жадности или в какой-то потенциальной опасности у вашего ребенка с этой темой, да, связанной, а просто в том, что нравится ему этот человек, которому хочет игрушкой поделиться, не нравится. Это его выбор, он имеет на это полное право. Это его частная собственность, его личные границы, желание отказать, сказать нет. Если вы сейчас будете это губить в нем, насильно заставлять делиться, то он в будущем, возможно, как и вы, не сможет говорить «нет», давать отпор людям. Потому что что? Если я скажу «нет», не дам, не знаю, денег взаймы, не поделюсь чем-то, то, что мне нужно, чтобы не было ущерба мне, да, то я буду жадиной говядиной, я буду плохим, мне дадут плохую оценку. Так что в будущем я займу денег, вырасту, потому что кто-то может дать неплохую оценку, обо мне плохо подумать, это же так важно, потому что в нашей голове откладывается, если родители так называют, да, ребенка, что не поделиться равно, это плохо, ты нехороший, я тебя не люблю, я тебя отталкиваю, я тебя отвергаю. Вот эти важные моменты закладываются у детей в этом возрасте. Вообще говорить о нормах, до пяти лет вообще нет разговоров о жадности детской, что что-то является нормой, что-то нет, потому что это только закладывание баз, основ в психике у ребенка, вообще вот этих понятий, вот он выстраивает иерархию, коллектив и так далее. Очень хорошо будет, если ваш ребенок ходит в коллектив, в детский сад, он учится в коллективе, и желание вот это жадничать, что вы могли дома замечать, оно скорее всего пропадет, потому что там в садике, например, много игрушек, ими нужно делиться, этому учат работе в коллективе, и он уже понимает, что если своим не поделится, то и чужую игрушку, которая понравилась, он не получит. И это нужно понимать, что коллективное общение в группе, взаимодействие регулярной группе, в которой не страшно, когда один и тот же состав группы, это очень важно, это и дисциплина, и такие вот научения в коллективе работы. А если вы ходите в один, в кавычках, тот же коллектив на площадку, где меняются дети, где нет временных рамок, пришли, погуляли, ушли, дети не спят вместе, не едят, не играют, у них нет вот этого досуга, не формируется это коллективное общение и желание делиться. У него нет этих условий. Но я все равно против того, чтобы родители на площадках, дома в гости, когда к вам приходят, да, надо бежать, ругаться, говорить, а быстро отдай, поделись, никуда твоя игрушка не денется и так далее. Вы на это не имеете права. Это то же самое, как подбежать к вашему мужу, начинать его орать, вот у тебя друг забирает машину, быстро отдавай, ты будешь плохим человеком, если с ним не поделишься. Отдай ему машину, пожалуйста. Это то же самое. Ребенок такой же член семьи, как мама, папа, брат, сестра и так же, как кошка и собака в вашем доме, или даже морская свинка. Все равные. И прислушиваться к желаниям каждого нужно. Почему все-таки, да, посмотрим причины. Дети могут ревностно относиться к своей частной собственности, нарушению своих границ, почему они не хотят делиться. Очень, да, где-то шести-семи лет, это от развития ребенка зависит, но если общую массу брать детей, да, где-то там до пяти лет они не знают временных рамок, они не знают, что такое час, они не знают, сколько день, месяц, год. Потому что, вы замечали, да, когда от маленьких детей уходит мама на работу или в садик и так далее, дети плачут. Почему? Потому что они небезопасны, они скучают по маме, переживают, и они не знают, когда это закончится, разлука с мамой. Они не чувствуют еще временных границ. Поэтому, если мама уходит на час-два, нам совет, да, надо пока, ну, ребенок остается с няней, с бабушкой, с дедушкой, еще с кем-то. Вот смотри часы, вот так вот стрелка два раза там, например, по кругу пройдет, я тогда вернусь. То есть вы даете ограничение времени, ребенок знает, что после этих двух часов наступит счастье, мама вернется, я буду в безопасности. Это просто вопрос тревожности и безопасности ребенка. И отделяясь своей игрушкой, ребенок всегда думает, что ее забирают навсегда. У него нет временных ограничений, он не знает, когда эта игрушка к нему вернется. И вернется ли вообще. Если вы утверждаете, ну вот, Вася возьмет, он поиграет в Камазик и потом тебе отдаст, когда потом, а вдруг Вася не захочет отдавать, а вдруг Вася Камазик мой понравится, а я останусь без него. И потом в следующий раз, когда вы насильно забираете, да, вы же у ребенка отнимаете, Вася даете поиграть, а Вася начнет истерить, плакать, я хочу игрушку, у ребенка нет уверенности, что моя мама опять меня не подставит, не встанет на сторону этого Васи, и мой Камазик у него не останется навсегда. У меня нет гарантии, что мне это вернут, потому что мама меня уже предала насильно, заставила отдать мою любимую игрушку. Вот она, просто схема, как это работает. И когда родители своим поведением ограничивали или заставляя делиться насильно, они тем самым вот эту жадность пролонгируют. Ребенок вас не уверен, нет вашей поддержки, так поэтому он еще больше свое будет прижимать к себе, потому что я вообще не знаю, что происходит. А вдруг мать или отец завтра придут, у меня вообще все заберут, мое имущество, у меня ничего не будет, я им не доверяю. Потому что они могут забрать в любой момент и отдать другому ребенку, который поплачет, покряхтит, постонет, им станет жалко и так далее. Так что родители, проблемы жадности детей на самом деле в большей степени в вашей реакции на это. Социальное неодобрение, что скажут люди, а вдруг мой ребенок будет жадным, с ним потом играть не будут и так далее. То есть переживаете вроде бы как за своего ребенка, что его там, не знаю, исключат из общества, из круга общения какого-то, из-за его плохого поведения. Но, знаете, это было бы и хорошо, потому что таким примером конкретном в жизни ребенок и поймет, что такое делиться, что его могут исключить из общества, и тогда он пересмотрит свои взгляды и поведение. То есть, если мы что-то заставляем отдавать, тем самым ребенок будет больше не отдавать. У него нет надеги на то, что вы опять не будете давить, и что игрушка к нему или вещь вернется. Второе. Наши реакции. Что о нас скажут, что подумают, бабушки заставляют делиться. Это вообще в советских временах вся история. Ярлыки весить. Это не педагогично. Это его ребенка имущество. Он распоряжается, как с этим поступать и делать. Если вас беспокоит, что с ним не будут дружить, контактировать, и гости уйдут, там детей в гости приводить, мамы не будут, будут обижаться, это проблема этих родителей и этих детей. Выбирают они общаться, скажем так, жадины или нет. Это их выбор. А вашему ребенку это будет хороший урок. Вот ты посмотри, ты не делишься. То есть ребенок же эту игрушку не заберет из вашего дома. То есть надежность и временное есть. То есть пока здесь ребенок находится, он играет твоей игрушкой, поэтому игрушка ноги не сделает. Она у тебя останется. Дай поиграть, пока ребенок сейчас у нас здесь находится. С кейси ребенок процентов он это отдаст, если он не сильно еще от вас отдалился, и не думает, что вы его обманываете. Скорее всего, он поделится. Если ему правильно рассказывать, давать временные ограничения, давать вот эту, снижать его тревожность, давать ощущение уверенности, что эта вещь с ним останется, что это на время. Взамен ребенок тоже должен что-то получить. Ему тоже должны дать чем-то поиграть, чего у него нет, что ему тоже интересно. То есть обмен. Это очень такой простой. Все мамки обычно к этому прибегают. И еще такой момент хочу отметить, что в самом деле вот эту жадность подогревает, способствует просто нашей реакции. Мы не дожимаем. Ребенок от нас отделяется. Он нам не доверяет. Что о нас скажут? Я плохая мать, плохому учу, что люди скажут, что мой ребенок жадина, а я же только хорошему учу. Но вы же его, как правило, этому и научили. Не давали реакцию и не объясняли моменты с самого начала. Поэтому у него к 5-6 годам сформировалось вот такое поведение. По поводу говорим немножко о рамках нормы, о которых можно говорить в предшкольном возрасте. Это 5-6 лет примерно. Что, скажем так, ненормально, на что обратить родителям внимание, заострить, когда ваш ребенок себя вот так ведет. Когда ребенок прячет игрушки намеренно в шкаф перед тем, как придут друзья, чтобы с ними не делиться. Вот он сам себя готов ограничить, лишь бы никому не давать. Он втихаря подъедает сладости, конфеты, например, которые были отложены на какое-то мероприятие или втайне от своих. То есть жадничать настолько, чтобы сестре, брату, папе, маме не досталось. Не за то, что сильно хочу сладкого, что оно мне не дозволено, а то, чтобы не досталось другим. Чрезмерная привязанность к порядку вообще в своей комнате. Вот он педантичен настолько, что карандаш стоит в стакане, на столе не лежит. Игрушка сидит вот таким образом в этом шкафу. Я даже ей играть не буду, чтобы не нарушить вот эти моменты педантичности и порядка. Ребенок силой с побоями отбирает чужие игрушки, свои при этом не дает. Вот, я напомню, возраст 5-6 лет, до 5-6. Я и мое, это практически самые главные слова. Все начинается только с вот этого эгоцентризма какого-то, эгоизма. Я мое, все, других мнений вообще не существует. Вот этими моментами, с этим списком, это идем к психологу. Консультации психолога с 3 лет детского, идете разбирать. Это такие примеры, ну, может быть, отчасти психического расстройства, начинающие симптомы какие-нибудь, да. Именно когда силой с агрессией дерется, забирает чужое свое, не дает, свое прячет намеренно и готов не играть, лишь бы не делиться. Понимаете, о чем, о каких моментах острых говорю. Или когда это экстра-педантичность, не прикасаемся в моей комнате ни к чему к вещам, карандашик стоит в стакане, он не так упал, это моменты психического расстройства. Вот это, и либо нездоровые психологические обстановки в семье, которые привели к вот таким реакциям, к такому поведению ребенка. Он таким образом снимает свою стревожность. От этого стресса, в котором он живет, у него начинаются какие-то расстройства. Это так вкратце. Что именно норма? Напоминаю, 5-6 лет, не раньше. Раньше понятия жадности, в принципе, не существуют. Ребенок просто ищет, нащупывает границы поведения. Вот все. Как себя вести, чтобы этого не было? Во-первых, не вешайте ярлыки, они не помогают, обзывая своего ребенка и давая какие-то комментарии, негативную оценку. Вы ему не помогаете, его только отталкиваете. Это была моя ошибка. Я говорила слово «ты жадина». Это ярлык, который за собой ничего не несет. Говорила я его просто на автомате, потому что я из детства тоже все это могла слышать. И делиться и жадничество – это моя проблема с детства. Я поэтому так реагировала. Я в себе разобралась, потому что в детстве я росла со своими двоюродными братьями и сестрами. До школы мы жили все вместе у бабушки, все лето все время проводили. И нам нужно было делиться. Нас заставляли это делать. Личных границ норм у нас не было. И поэтому ярлык жадина, говядина, вот эта вся история в моей семье практиковалась, потому что у нас детей было много, нас заставляли, мы обязаны были делиться. Хотя, по сути, игрушки были свои. Я свое очень разбазаривала, отдавала сестрам, проблем с этим не было. Но когда я выросла, это моя проблема. Я слишком добрый человек. Я не держусь за материальное, если я что-то сломала, поломала. Я не плачу над этим. Мне не жалко денег на это потраченных. Я это выкину легко, избавляюсь от мусора, ничего не складирую, но при этом легко отношусь к деньгам, легко их трачу. Я не умею копить, например, или откладывать деньги. Это моя проблема. Это все идет с вот этого делиться и слово «жадина». Я немножко рассказала о своей проблеме, о своей работе, которую над собой провожу, что я сейчас себя в чем останавливаю, корректирую свое поведение. Вот вы хотите, чтобы у вашего ребенка там было? Ничего хорошего, скажем так, нет. Он должен уметь говорить «нет», отстаивать свои границы и так далее. Читайте книги с ребенком, когда вы перед сном, например. Да, истории, если там есть, про дележку и так далее. Акцентируйте на этом внимание, анализируйте всегда, что вот это животное, например, или этот герой в книге поступил вот так-то правильно, а вот этот там так-то неправильно. Примеры из книг, которые вы ему просто читаете, просто на этом заостряете внимание и ребенку рассказывайте, что, почему, как получилось, саму схему поведения, чтобы был пример, образец для поведения и подражания в следующем, в будущем. Понимаете о том, что проблема в вас, а не в ребенке, о ваших реакциях, на его порог вот это джадничество, в области так можно назвать. И последние примеры в семье. Ребенок все учится из вас, он все берет из семьи, из вашего поведения. Вы его учите в основном, да, взаимодействуя с социумом. И вот в семье, если у вас есть моменты поделиться, быту простой, вы тоже на этом акцентируйте внимание. Там, папа, можно я возьму, там, я не знаю, у папы есть кружка своя, да, которую только он из нее пьет. Есть такие люди, да, которые притягивают, каким-то предметом держатся за них. Мама говорит, ой, мужу там, не знаю, как она к нему обращается, там, да, в общем, там, дорогой, дай кружку попейте, это же моя кружка, да, я с тобой поделюсь, бери, пожалуйста. Ну, там, не знаю, попьешь чай из моей кружки, помой ее и поставь на место. Хорошо. Папа, смотри, какой у тебя хороший, поделился. То есть, понимаете, в быту, в простых вещах акцентируйте внимание, не заставляя ребенка при этом так же делать. Своим примером показываете, и он будет видеть, что вы взяли кружку, по пояс поставили на место временная граница есть, все на место вернулось, вы не разбили, не покалечили эту вещь. Можно делиться, в следующий раз, может, с его медведем то же самое произойдет. Мама поиграет ему и вернет обратно. Все очень просто. Если у вас есть вопросы по этой теме, пишите под видео в комментарии, я буду на них отвечать, или есть какие-то темы по психологии, что разобрать для других видео, пожалуйста, сниму. Вообще, я оставляю всегда почту под видео в инфобоксе, разворачивайте, смотрите, там моя почта для ваших анонимных историй, либо записи на психологические консультации, если такая нужна у вас есть, пожалуйста. Пишите комментарии, как вы справляетесь с этим моментом, что у вас в детстве было по поводу жадности. Вот я свой пример вам рассказала. Скоро увидимся. Всем пока.